Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца! Сегодня мы с вами поговорим на такую важную тему, когда же нужно открывать виноград, ну и как, в принципе, мы это делаем. Итак, поехали! Кстати, если вам интересны ролики по выращиванию виноград, ссылки на них есть в описании, также появляется вверх в виде подсказок. Ну и все ролики по этой теме можно найти в соответствующих плейлистах. В южных регионах, где виноград выращивается в открытом грунте, вопрос, когда открывать виноград, очень просто решается. Вот стала средняя суточная температура переваливать за плюс 10 градусов, значит и виноград нужно открывать. У нас же совершенно тут другая история. В теплице уже как месяц практически, плюс 20 градусов днем, когда солнышко светит, поэтому насквозь открыты форточки, что там, что здесь. Это позволяет температуру немножко сбавить, иначе может проснуться лоза, а корневая система еще долго-долго будет спать, потому что до последнего времени было еще буквально 50 сантиметров снега. Но сейчас температуры резко-резко начали подрастать, и снег прям вот на глазах начал сходить, и уже температура воздуха за пределами, ну, днем бухает до плюс 15, плюс 17 градусов, а ночью изредка, я смотрю, так прогноз где-то показывается минус 2, минус 4. Но эти температуры уже для тепличного винограда не страшны. Минус 4, если у нас будет здесь укровной материал, плюс теплица, выдержит виноград. Поэтому буквально, я смотрю, будет пару дней, и уже где-то начнут проталинки. Это самое важное, чтобы именно снег сошел, и корневая система основная находится уже за пределами теплицы, чтобы вот эта корневая система начала просыпаться. Здесь же, как только мы уберем укрытие, сразу же лоза проснется. Тут уже не проблема, тут уже температуры очень большие. И теперь уже, когда у нас и на улице становится тепло, когда уже практически снег дотаивает, вот самое время и открывать виноград. У нас виноград укрыт синтепоновыми одеялами в два слоя, плюс укрытной материал. Конечно же, сама лоза укрыта разрезанными мешками от сахара напополам, и небольшой слой земли и древесной стружки. Вот такое укрытие, конечно, позволяет перенести любые зимы до минус 40, пока спокойно все проходит. Никакая лоза при таком укрытии не вымерзает, даже самых требовательных гибридных форм южных. А у нас, в принципе, вообще здесь выращивается в теплице именно южный виноград. Если кому интересно, как мы укрывали, то тоже у меня есть ролик на канале, можно посмотреть. Процесс на самом деле очень простой и быстрый. Такой рулончик, он очень легкий. Но чтобы у нас хорошо он летом не пылился и хорошо хранился, сейчас обмотаем стричпленкой и в помещение для хранения унесем. Ну вот такие получилось у нас 4 рулончика. Теперь их и хранить, и переносить очень удобно. Ну а в теплице остался лишь укровной материал. Сейчас его соберем, и уже будет видна земля. Скидываем основной слой, он у нас сухой, в тепличке сухо. Тут у нас смесь земли и опила. А поверх лозы мы укладываем мешки обычные, сахарные. И вот это очень удобная штука, потому что при открытии мешки не дают лозу повредить. И борт, почки срезать. И в принципе само открытие очень простое, превращается. До мешковины дошел, и все. И вот чем эти еще мешки хороши. Открыть виноград уже потом, ну проще некуда. Вот вся лоза. Раз. Мешочки сразу же укладываем, пусть подсыхает. И все, вот и все, открытие. Очень удобно. Так как у нас в теплице сухо, то и лоза, конечно же, вот вообще супер перезимовала, отлично выглядит. Ну а эти мешки у нас просушатся на шпалере. И на будущий год опять. Вот этим мешкам уже очень много лет, и вот они каждый год нам служат верой и правдой. Вот так перезимовала лоза. Все супер. Сухонькая. Почки еще не тронулись. То есть самое время открыли. Сейчас всю лозу откроем. Буквально это полчаса времени, и тут же начнем ее подвязывать. Для чего это тоже объясню. При открытии винограда в наших северных условиях, особенно это касается теплицы, всегда существует дилемма. С одной стороны, в теплице уже днем достаточно тепло, а вот на улице и днем холодно, а ночью достаточно хорошие морозы. Если будет вот такой вот сильный мороз, даже если у нас уже были приросты, они, конечно же, в первую очередь сразу же все повянуты, но и сама лоза, многолетняя древесина, когда уже выдвинулась в рост зеленые побеги, это уже тоже недопустимо. А с другой стороны, если при больших температурах лозу держать долго в земле, то начнут двигаться почки, и вот тогда мы можем их тоже обломать. Могут выприть почки. Конечно же, тут уже нужно применять определенные технологии, чтобы все вот эти вот низкие температуры и высокие температуры избежать. Обо всем этом сейчас поговорим. Параллельно набираем воду. Это у нас бочка будет 300 литров. Она будет естественной натуральной батареей. Днем она будет нагреваться, а ночью отдавать тепло. И это очень эффективно, и я считаю, одно из лучших средств против возвратных заморозков. Плюс ко всему, убираем тоже параллельно крышечки из поливочной системы. И теперь, после открытия, нужно весь виноградник хорошо пролить. Конечно, очень бы было хорошо, если у вас теплая вода. Это бы запустило корневую систему. Но лучше уж холодный полить, чем вообще никакой не полить. Подвязал я весь виноград. Причем натянутые полностью проволоки. И струнки обязательно нужно установить. Потому что сейчас вот этот виноград, он у нас поднят. Но в связи с тем, что у нас еще два месяца будет угроза возвратных заморозков, самое теплое все-таки место будет у земли. Земля за день будет нагреваться, и очень долго будет остывать. То есть в районе земли заморозки практически не страшны. Нам вот это тепло очень важно использовать. Но сейчас мы туарепы ослабим, и эту лозу мы уложим на землю. Опять же возникает вопрос, а почему бы потом нельзя было подвязать? Ну потому что сейчас вот почки еще не вскрылись, И подвязка, конечно, это простое дело. Когда уже почки вскроются, подвязка уже значительно сложнее. Часть почек при подвязке обламывается. А через два месяца это будут огромные побеги. Так что при подвязке на первую проволоку основных рукавов с длинными побегами, которые вырастут на плодовых стрелках, ну практически это очень сложная задача. Обломать побеги очень легко. Чтобы вот этого избежать, вот такая вот операция. И рукава у нас уже подвязаны, и побеги могут расти спокойно. Потому что потом поднять, вернуть все вот это на крючочки, поставить, ну это минутное дело. А побеги будут расти уже вертикально. Уже так как нужно. Нам останется только лишь произвести нормировку. И возвратные заморозки вот при такой системе не страшны. После того, как подвязана виноградная лоза, и проволоки мы опустили, тут же закрывается тоннелями укрывным материалом. К сожалению, без укрывного материала, даже в теплице, до 10 июня у нас сохраняется угроза возвратных заморозков. И вся наша работа может быть потеряна всего лишь за одну ночь. Будет минус 7, минус 10 и все. И побеги, которые вновь начали расти, и лоза, по которой уже тронулся сок, все до самого корня может вымерзнуть. Ну а вот так все будет замечательно. Сейчас, кстати, мы еще положили просто укрывной материал. Но как только почки начнут наливаться, только окушаться, вот-вот пойдут побеги, мы уже сделаем П-образные дуги. И уже на эти П-образные дуги наденем укрывной материал. И тем самым до 10 июня мы спасем наш виноградник от возвратных заморозков. Кстати, вот эти почки не просто у нас, еще играют роль как батареи биологической. Мы там будем делать все наши удобрения и из этих же бочек теплым удобрением поливать наши виноградник. Ну а об этом мы поговорим в следующих видеороликах. Если вам понравилось видео, ставьте фалли цвет, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Успехов и до новых встреч!